Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Адисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity, продолжаем проходить вот эту игру. И в принципе, ребята, сейчас, как вы заметили, может вы заметили, уже написал, что сейчас мы на шестой главе первое воспоминание. То есть это уже, ребята, шестая глава, это нельзя еще сказать, что это половина, так как половина будет, половина пройденной игры будет тогда, когда мы пройдем шестую часть. Сейчас мы как раз на половине. Поэтому, ребята, давайте постараемся как можно быстрее пройти. И эту часть, как бы главу, и в принципе все остальные, 1791 год. Что нам сейчас нужно будет? В каждой части приблизительно по 2-3-4 воспоминания, иногда, когда как. Иногда может по 2 быть, иногда 4, может потом 5-6 будет. Но сама суть, что мы сейчас ровно на половине, ребята. И можно сказать, что да, игра долгая. Ну, как бы, ССС Крит не шутер, не проходится там за 4 часа, да? Поэтому... Четыреста дворян с оружием, Анаре! Если бы не генерал Локотет... Хватит! Хватит! Здесь вам не рыночная площадь! Слишком много слов, да мало дела! Ну, хоть кто-то с добрыми вестями. Арно, что ты узнал у ювелира? Так... Я. Они учатся. Жермен сделал эту булавку для человека по имени Ла Фриньер. Ты уверен? Уверен. Магистр Делосер верил в его преданность. Хм, что ж... Твоя задача ясна, Арно. Найди Ла Фриньера. Я нашел его, месье. И все решил. Ты что это несешь, щенок? Я узнал, где Ла Фриньер. Затем пошел. И убил его. Не слышал! Ты что с ума сошел? Еще раз ослуживайся. Я тебя вечно придушу! Совет ценит твое рвение. Но помни, цели выбираешь не ты. Ты должен был прийти к нам. Простите, учитель. Мне казалось, я нашел виновного в смерти месье Делосера. Некоторые факты указывали на то, что в будущем он собирается нанести удар по братству. И я решился. Казалось, некоторые. Но теперь я не понимаю его мотивов. В его памяти я увидел, как он писал месье Делосеру, предупреждая об опасности. Перед войсками он говорил про нападение на клуб в море, а не про наш. И что ты думаешь? Не знаю. Я хотел бы узнать больше. Не одобряю. У юноши бесспорно талант. Но жажда мести ослепляет его. Пусть продолжат другие. Времени нет. Планы Ла Френьера воплотятся в жизнь сегодня. Он спросил разрешение, Геом. А? Ступай. Узнай, что сможешь. Но. Без лишней спешки. Да, учитель. Потопали, ребята. Куда нам спускаться, да? Идите в особняк. Нифига себе, 300 метров. Так, сейчас, ребята, тогда, если можно, тут что-то мы сейчас купим. Пополним свои припасы. Ну, хотя, хотя, в принципе, не нужно. Ладно, давайте, ребята, сейчас тогда выбираться отсюда. Нам еще дофига сколько там бежать. 400 метров приблизительно. В какой-то особняк. Как можно быстрее попытаться все это пройти. Не затягивать с прохождения миссии и всего такого. Найти самые такие оптимальные варианты. Варианты, куда можно пойти, как лучше убить. И как быстрее пройти по стелсу или просто накинуться на всех. Но то, что вот тут эти снайперы, которые через вот это все стреляют, через... Как его? Через стены, через вот это все, они просто так стреляют. И вот это реально очень... И бесит, потому что вроде ты прячешься за стеной или еще где-то, они в тебя и так, и так попадают. Это, если честно, не очень. Так, ну что, ребята, сейчас мы уже практически сюда прибежали. Вот сейчас нам еще туда нужно наверх подняться. Тут есть какие-то... Да, есть какой-то сундук. Мы можем его тут где-то взять. Где он? Эм. Наверху, что ли? Да, вот. Где-то он вот тут. Да, вот, я его уже вижу. Так, что тут сейчас будет? Ну, где-то 100 с чем-то. 400? Нифига себе. В принципе, нормально, нормально. 400... Как это, монет или... Ну, монет не монет, денег, можно и так сказать. Так, ну что, ребята, поднимаемся. Шестая глава. Еще вместе с этой 7 глав. То есть вот этой потом еще 6. То есть получается 7. Так, нам туда на самый верх нужно. Да ты прыгаешь. Всегда не туда прыгает, куда нужно. Вот прям... Ну все, мы тут. Ага, и вот этот тут. Латушь. Сколько лет. И сюда пробрался, да? Ну что? Идите в особняк. Да, ну это задача выполненная. Найдите Латуша. Ну, в принципе, я уже зато знаю, кто это. Ой, там стражники. Нет? Твою ж... Твою ж... Попал. Надо было тебе дезертир. Тут вообще-то нигде. Нифига себе у него жизнь. Убили. Еще бы снайперов. Вот это... Это мой гражданский долг. Эти снайперы самый... Самый большой урон, который вообще есть только. В этих снайперах. Так. Деньги с них нормально падают. 800. 95. 924. Более-менее. Дион. Где он? Я его как-то не заметил, если честно. Он, походу, вот там, на заднем дворе. Эм, нет. Ну, тут их очень много, этих стражников. Прямо офигеть сколько. Я никого не вижу. Где он может быть? Ага, вижу. Уже вижу. Так. Понятно, как туда пробраться. Хотя, как понятно. Я видел окошечко. Но я не знаю, можно ли туда забраться. Во! Вот оно. Там никого случайно нету, чтобы нас не запалили, когда мы... Как только мы забрались в окно. Советы, чтобы влезть в окно. Я влажу, но он как-то не очень хочет влазить. Сюда лучше не идти. Там их очень много, поэтому как-то давайте спустимся быстренько. Упс. Смертная казнь. Каллигула казнил всех, декорявших себе ровенцев в присутствии изображения и храна. Когда тирания придумала оскарное человечество. Неважно, бездействием или героем... Задача выполнена. Ага, выследить. То есть его не нужно убивать. Так, я его вижу. Пошли. Но это тяжело будет, так как мы, в принципе, в доме, и тут никуда не спрятаться. Людей много все же, но... Просто что-то лагает в этом доме. И не будем забывать о том, что Ла Френьер с удовольствием сошел нас всех на карту. Значит, ты не слышишь? О чем лучше? Ла Френьеру любить. С нее нет узды для преступления. А за силой. Вычислили вы пружины, которыми закон действует на человеческие чувства. Сразу начнут резать. Увы, кроме смерти, сколько физических и нравственных... Ну что, вы там набазарились? Нет, мессия. Жажда жизни уступает горлости. Ага, зачем убивать вас. Вот тут нереально звучит в этом доме. То есть ФПС очень просела. Меньше чем 20. Так, спрячемся вот тут. Офигеть, сколько там стражников. Чувак, чувак, чувак. А эти нас двое не заболят? Нет, своим пофиг вообще. Ага, главное вот этих переубивать. Нет! Вот он. Там одна секунда или сколько осталось, чтобы его выследить? А это кто? Нам их убить нужно будет? Да не в тягость. А ты? Прокажешь еще час. Может два. Полчаса, если постараюсь. Давай пропустим эндшпиль и сразу поставим мак. Ответь на вопрос, и все тут же кончится. Люксембург. Что-что? Люксембургский дворец. Хе-хе. А ты был умен. Руй! Заканчивайте аппарат. Я сейчас. Ух, как мы вовремя вылезли. Ну, дальше что? Опять их выслеживать нужно. Это самая такая... Не очень. Вы вытянули его из окна? Мусор вместо в канаве? Зря. Кто-то мог увидеть. Кто? Мои люди следят за всем. Я увидел, чувак. Надеюсь, магистр будет неудобен, если пан рухнет из одного мертвого смерти. Наконец-то. Это чтобы заставить их прыгнуть, это сдуреть можно. Его прыгнуть. Во. Так. Ну, мы пробрались. Что дальше? Найдите удачную позицию для слежки. Какую нафиг позицию? И откуда? Достичь. Удачная позиция для слежки это в этом. Подвале. Нифига нет. Вот это нереально будет. Это очень быстро. Разумеется, магистр, с этими средствами... Во. Зачем было бы открывать, да, если бы я открыл, то... Требую терпения. Нифига. А, слышите, что они разговаривают. Ведь мир пусть будет так. Почему бы просто не убить его? Мой человек, нож, темный переулок. Все просто. Капитан, нам нужен осужденный, а не мученик. Терпение. Простите, великий магистр, но лично мне кажется, что чем дольше мы терпим, тем больше рискуем. Ассасина уже нашли. Севера и короля нищих. Севера и король нищих уже в прошлом. Их смерть не станет для нас помятой. И мы знаем, что ассасинами можно и должно манипулировать. А дочь де лассера? Если она соберет старую гвардию, жди беды. Проблема решится сама собой. И как же? Мадмуазель де лассер направится в особняк в Уазан. Побеседовать с Лафриньером. Увы, месье Лафриньеру больше нечего сказать. Элиза? Ага, то есть... Вот и капут ей, да? Ну, как капут? Нужно ее спасти. Как они тут оказались, непонятно. Ну, да ладно. Так. Этого обыщем. Этого тоже. Быстренько обыщем. И куда нам нужно... А, нам нужно покинуть область. Пойдем, добрем все, а потом выпьем. Так, ладно, сейчас. Так, ребята, вот мы и выбрались. Отлично. Сейчас, куда нам нужно, быстренько. Так, сейчас... Тут мы можем пройти? Можем. Вот, отлично. Сколько будет тут бабла? 280, ну, нормально. Так, сейчас нам, ребята, я не знаю. Вот, я вижу на карте, куда нам нужно. Далеко, давайте бежим туда. Так, ну что, ребята, вот мы практически уже прибежали. Куда тут нам нужно предупредить Элизу, вроде. Что ее там убить хотят, или что-то такое. Сосада тамплиеров. Часть шестая, воспоминания второе. Ну, надеюсь, что это последнее воспоминание. На этой части фиг ее узнает. Элиза! Элиза! Она уже туда ушла, да? И сейчас нам нужно будет ее предупредить. Черт. Где же? Буазен? Проклятие. Забежали, была ночь, выбежали день, да? Отлично. Найдите Элизу 130 метров. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Где она там? Надеюсь, говорю, ребят, надеюсь, что это последнее воспоминание в этой части. То есть второе. Не думаю, что там еще будет парочку. Ну, фиг я узнает. Я говорю, они когда как засовывают вот это воспоминание. Иногда может быть одно, иногда два. Нет, ну одно вряд ли. Как бы защитить, убить. Понятно. Да твою ж... Так, а вот и Лиза, да? Так, давайте вот это... Ну, твою ж... Да, и не попали ни разу. Понятно. Ух, нифига себе, какие-то лабиринты. Тут мы не пройдем. За дело. Ладно, нужно всех перебивать. Че, делай, да? Ха-ха-ха. Так. Ну да, как бы, лабиринты, действительно, тут никак не пройти. Зато... Поубиваем вот этих. Отлично. Двух уже убил. Еще один. Все. Еще одного. Облутаем. Может, что-то там да и будет? Фиг его знает. В чем дело? Я... Что-то не знаю, куда идти. Залезу наверх и глянусь. Выберитесь из лабиринта. Так, ладно, давайте посмотрим, ребята, куда нам идти. А то я что-то реально и сам не знаю. Как мы выберемся? Вот. Нам нужно в ту сторону, я понял. Так, ну ты где? Пошли сюда. Я приблизительно знаю месье... Нет, не месье, а какая месье, мадам. Признаешься, ты заблудился. Нет, я не заблудился, че-то. Я знаю, как выйти. Отлично. Убили еще двух. И тут еще бегут. Вот этот снайпер. Чувак. Во, убили. Так. Ну дайте, дайте пособирать. С них как раз так более-менее нормально дропов выпадать с этих чуваков. То есть, ну, если вот так убивать, 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 собирать, то... Как мы выберемся? Уже сейчас двух чуваков выпадает приблизительно около ста. То есть, каждого по 50, ну, по 30, так бывает. Найти! А ты за мной не будешь бежать? В том смысле, смотрите, если мы... А, мы вот тут не сможем, да? Тогда... Куда идти? Да сюда иди ты! Нифига себе, какое убийство. Сразу двоих так с подкатой, или как это можно назвать? Да, смотрите, ребята, уже с каждого по 60 падает. Признайся, ты заблудился. Да, не заблудился я. А вот тут выход уже должен быть сейчас. Сюда, направо, и вот выход. Отлично. Впереди двое! Ты бери этого, я его дружка. Напролом. Что теперь? Их слышно, не расхознём. Уберём их всех вдвоём. Главное, тихо. Ага. Главное, не топать очень быстро, а вот так. Потихонечку. Вот так. Готово. Но впереди большая группа. Только не нападайте, не нападайте, дайте ко мне. Вот ты очень бежишь, я так вижу, очень быстро. Тебе хочется поубивать вот этих засранцев. Ну и как вы меня нашли? Нет, лучше не убегать, потому что ещё и другие нас заметят. Этот жирненький такой. Посмотрите, у него четыре уровня сложности стоит. Всех так более-менее по одному, по два. У этого четыре. А, они уже тут, уже тут дерутся. Отлично. Перебили всех. Хотя нет. Ещё не всех. Ещё вот там. Смотрите, у нас уже ребята почти в две тысячи. Стой! Стрелки! Вижу их. Может, с крыши будет видно лучше? Ну, сейчас посмотрим. Куда нам нужно? Крыши! Крыши! Приняем! Крыши! Крыши! Ну вот, убил. Крыши! 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 Ну вот, самое главное, это первым же делом убивать стрелков. Они очень, 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 очень большой урон имеют. Кто? Кто? Вот, зараза. Убили. Сейчас этих всех пособирать. Две тысячи сто уже, ребята. Две тысячи двадцать. Но с этого они немного выпало. С этого более-менее. Зато с них, смотрите, и лекарства выпадают. И вот все вот это, то есть нормально так их можно... И вот это лутать, да? Похоже, последние. Надо уходить. Отлично. Всех убили. Так. Че? Загрузка опять вот эта. Найти их! Так. Беги. Я отвлеку их. Беги. Завтра кафе-театр. Я все объясню. Чокнутый. Я приду. Угу. Я могу опоздать. Че... Че делать? Убейте. А, я... Я думал, может убежать можно. Я-е... Беги. Дружаво, тут нам не веришь-то! Друг! Звучит тут толпиться, идите прямо. А-а-а! А-а! А-а! А теперь висеть! Да вашу... Плажать! Ну почему ты не бьёшь, когда... И почему я не могу бить, ребята? Чё за фигня, а? Я не могу бить. Вот лагучий ассасин, а. Ну давайте, бегите. Как вы меня убиваете, если я ставлю блок? Ну, в смысле, блок на атаку. Воу, это чё такое было? Двух, ребята, этих нужно убивать и типа хапнули. Ну и как ты меня убил? Ну и ты, точнее, как убил? А, ударил. Ну давай ещё раз. Ещё вот этих, да? И ещё вот этого. Нет, там ещё один. Офигеть. Каневый средневековый капюшон. Продолжим. Это чё, типа нам подарили что-то? Или мы выбили? Так. Ух. Ну, сейчас этих всех облутаем. Ух, ребята, смотрите, какой нам капюшончик дали. Офигенный. Даже вот тут слева, видите, на стороне вот такой какой-то новый плащ появился или что-то такое. Ну, в принципе, прикольный. Так, вот и кафе, куда нам нужно. Часть седьмая! Видите, ребята, в шестой части было только два воспоминания. Но это тоже, видите, зависит от того, какие длинные воспоминания. Могут быть воспоминания, которые... Каждое воспоминание по полчаса, да, и поэтому только два их. В одной главе. А может быть, по десять минут или по пять. И поэтому их там шесть... Ну, шесть, нет, три или там четыре. Ну... Ну... Ты весь в дела. Выслеживаю убийцу твоего отца, да. Удачи. Он убил почти всех моих союзников, а остальных запугал до полусмерти. Он неуловим, как будто призрак. Я его видел. Что? Да? Где его найти? Не уверен, что надо. Он убьёт тебя, Элиза. И? Хочешь защитить? Я хочу помочь. У братства есть средства. Люди. Это дурацкая шутка. Я не доверяю ассасинам. Приходится ходить в школу, всё дальше и дальше. Часто их хватаются... А мне? Это, конечно, только моё мнение. Месье? Я не изменился, Элиза. Помнишь, как я... Отвлекал повара, пока ты крыла варенье? И это я помог тебе перелезть через стену в саду, полным собак. Хорошо. Отведи меня в братство. Я их выслушаю. Ну, наконец-то. Пошли, всё. Хватит базарить, хватит разбираться. Будут счастливы. Мы пошли. Так, ну что, давай, грузись. Седьмая часть, ребята. То есть, половину игры мы уже прошли. Шесть глав мы прошли. Это начало седьмой, то есть потом восьмая, девятая, десятая. Это что? Чёртов там плея. Что он творит? Да ну. Да, да, безопасность для них самая главная. Два раза направо, семьдесят три шага вниз по лестнице, налево и направо. Ну, всё верно. Ты что опять учудил, щенок? За ней охотятся тамплиеры. И теперь она тут? У братства есть средства. Люди. Замолчи! Так, кто у нас тут? Меня зовут... Боже ты мой. Снимите повязку. Какой абсурд. Я Элиза де лассер. Мой отец Франсуа де лассер. Великий магистр тамплиеров. Я пришла просить помощи. Ух уж эти закадровые там обсуждения, не знаю, у кого. Будем, если нужно мастерки Марк. За спиной или как там кто-то там... Если вы не видите выгоды в том, чтобы дочь де лассера была у нас в долгу, мне страшно за нас всех. Итак, мадемуазель де лассер. Ну, началось. В другой ситуации я бы не стала встречаться с вами. Но мой отец мёртв, как и мои союзники в Ордене. Если надо объединиться с ассасинами, чтобы отомстить, пускай. Как бы не так. Это трюк, чтобы пустить пыль в глаза. Отправим им её голову, чтобы не наглели. Велик. Довольно. Дискуссию продолжим за закрытыми дверями. Извините, мадемуазель де лассер. Конечно. Арно, проводи девушку. Уверен, вам есть о чём поговорить. Ну вот, ребята. Союзы всякие с ламплиером или чё там. Опять это загрузка часовая или какая-то. Так, вот. Что? Следуйте за ним. Так, как я и ожидала. Подожди. Мир обоих уговорит. Ну? Думаешь, мы найдём его? Столько времени прошло. Рано или поздно найдём. Франсуа Жермен думал, что в этом деле. Франсуа Жермен? Да. Улица Сент-Антуана. Может, ты будешь идти? Ты не можешь что-то кричать на нас. Элиза! Оу. Это чё за фигня? Подожди! Эм. Куда-то Дивуля рванула. Мы тебя уже догнали, куда ты бежишь. Постой! Эм. Мы уже тут. Ну и куда ты бежишь? Ух ты, ты любишь очень лазить, я вижу. И как, не можешь просто побежать. Обижать, точнее. Куда это ты? Эм. Эй. Вот он на тапе. Ну, чё-то ты очень медленная, мадам. За вами нужно ещё останавливаться, чтобы не перегнать вас. Что ты делаешь? Ну, она реально чё-то у неё прибабахнулась в голове, а она просто полетела. Что это было? Арно. Франсуа Жермен был помощником моего отца. Что? Его изгнали из Ордена ещё давно. Ересь или что-то касающееся Жака де Малей, я не уверена. Но Жермен умер. Давным-давно. А сам-то он в курсе? Я бы хотела задать ему пару вопросов. И я тоже. Ну, давайте заканчивайте уже вот эту главу или воспоминания. Вы уже заколебали, если честно. Потому что уже заканчивать нужно, уже долгая серия. Так, ты тут давай, пожалуйста, будь тут, чтобы... Ничего. Наверх. Там его мастерская. Пошли. Давай, быстро. Ну да, успокойся ты, чувак. Я просто бегу, а он очень любит. Очень любит. Ну ладно, согласен. Прыгать и вот это всё. Тут тоже никого нет. Так, это что-то такое. Похоже, никого. Ребята, давайте, заканчивайте уже вот это воспоминание. Элиза. Дай угадаю. Ловушка? Эм. Защитить. Защитить. Ну, понятно. Кто тут у нас? Убить их! Так, ну, ладно, сейчас мы их убьём. Всё, у меня зелень нету. То есть, если... Так, это сейчас нужно поаккуратней. У меня зелень нету. Поэтому... Слушай, чувак, хоре уже клюкаться. Ты предал страну, а надо берёшь нас в голову. Ты пока... Сейчас ты меня... Да твоё... Я не могу его контракт атаковать. Твою ж мать, вот эти... Ну? Чего вы тупите? Элиза. Дай угадаю. Ловушка? Эх. Магарантист. Ловушка. Убить их! Я тебя скрой! Чего ты меня бьёшь? Я же тебя отравил. Ну, ладно, если ты такой... Если ты такой... Сейчас мы тебя убьём. И займёмся вот тем самым... Самым таким. Да, отлично. Так. Сейчас чё? Ещё кто-то? Весьма бодрит. Прямо как в Марселе. Только крови чуть больше. Ничего нет. Он знал, что его ложь раскроют. И снова ускользнул. Или нет. Ищем. Пожалуйста, хватит уже. Этого вспоминания действительно уже хватит. Замок. Может быть... Ага. Круто. Теперь понятно, почему сюда меня не водили. Арно. Вот. Это он. Это он убил моего отца. Надо сказать, Миробо. Как только... Уууу. Это ещё откуда снайпера или кто это? Я разберусь. Встретимся у дома Миробо. Так. Чё нам делать? Пригнись. Понятно. Видел их. Дом. Через улицу. Понятно. Осторожно. Понятно. Так. Этого убили. Этого тоже убили. Так. Или ещё что-то? Хух. Ребята. Наконец-то. Продолжен. Посвящённый. Это епископ. Слышишь меня? Слышу, слышу. Сработано отлично. Ты нашёл его. Франсуа Тамаа Жермен. Великий магистр и мудрец в придачу. По нашим данным, он уже второй мудрец в верхушке ордена. Это настораживает. Оставайся со мной и узнай всё о Жермене. Если он пережил этого магистра, то что может привести нас к теме? Отбой. Ещё вот этих сейчас перебьём. Или нет? Нет, просто убегаем, ребята. А я вас не слышу. Я просто убегаю. Вы меня уже не догоните. Всё? Всё? Ну, отставайте уже от меня, пожалуйста. Да, реально нужно лекарства купить. Всё, ребята, в принципе, давайте на этом уже закончим эту серию. Серия очень долгая, мне так кажется. Поэтому ставьте лайки, если вам нравится это прохождение. Если вам нравится Синскрит, это уже седьмая глава. Ещё осталась седьмая, восьмая, девятая, десятая. Ну, то есть ещё шесть глава вместе с этой. Всё, пожалуйста, просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.